Девушки отдыхают Девушки отдыхают Одну из первых венчурных компаний на Украине Мне посчастливилось принимать участие В проекте Voodle с первого дня основания Я выступал ангельским инвестором В таких проектах как P-Navigator и Search Cloudlet И в 2010 году основал портал по недвижимости Адрес.ua В том же году получил венчурные инвестиции для него И сейчас им и занимаюсь Этому слайду только два объяснения Это либо мой следующий проект Который в стелс-моде Либо это Денис Довгополый после iForum Но если серьезно То во всех тех перечисленных проектах Которые я упомянул У меня был огромный опыт того Как можно что-то заложать То есть анализируя работу над этими проектами Я увидел, что наверное я совершил Практически все ошибки, которые можно было совершить И я для себя вывел пять правил Успешного лажания Успешного в том смысле, что из этого что-то хорошее в итоге может получиться Итак, начнем Все наверняка смотрели криминальное чтиво И видели фразу, и слышали фразу Марселлоса Уоллоса Которую он говорил Бучу Которого играл Брюс Уиллис Fuck the pride Сейчас постараюсь объяснить Кто смотрел фильм Startup.com? Вообще никто не смотрел или все спят? Отлично Максон, зачет Отличный фильм, рекомендую всем посмотреть Это фильм о том, как люди лажают Если быть более детальным Это фильм о некоторых американских предпринимателях Которые сделали такой интернет-проект Под названием GovWorks Это был некоторый интернет-сайт На который пользователь мог зайти И оплатить различные сервисы Или штрафы государственные или муниципалитета Например, там можно было оплатить Штраф за нарушение правил дорожного движения Очень интересный кейс В свое время ребята подняли 60 миллионов долларов Отмасштабировались от нуля человек в компании до 200 И ложанулись очень конкретно Интересно в этом фильме, что Калил, который являлся CEO в GovWorks Он в этом фильме сыграл сам себя То есть на самом деле этот фильм Это признание Калила во всех тех факапах Которые он сделал на протяжении трех лет И, знаете, с одной стороны, конечно Я вот исходя из своего опыта Знаю не так уж и много людей Которые в состоянии признавать свои собственные ошибки Достаточно просто признать свою ошибку Когда я просто позвонил по телефону Извините, я не туда попал Но когда я три года занимаюсь проектом Облажал инвесторов, облажал партнеров Облажал своих коллег Очень сложно признать эту ошибку Он это сделал И я вот для себя определяю Если была бы мама у ошибок То ее бы называли Я не признаю свои ошибки Калил, как я уже говорил Поднял 60 миллионов на GovWorks Которые спустились в одно место Но через некоторое время Он пошел к тем же инвесторам Поднял еще 60 миллионов на проект Jump TV И успешно вытащил эту компанию на IPO Следующее Ошибки – это движение вперед Все знают Томаса Эдисона Это товарищ, который придумал лампочку Так вот он пока ее придумывал Он сделал огромное количество ошибок И он саркастически Вот у него есть такая известная фраза Он говорил, что после того, как он придумал лампочку Он сказал, что теперь мы все знаем тысячу способов Как невозможно сделать лампочку Вот представьте, этот товарищ Который тысячу раз что-то делал И был неуспешен Я не знаю, я бы на 50-й раз сказал Что я маму этих пап лампочек Что это невозможно просто Он на этом не остановился И я предполагаю, что мозг Эдисона Он чем-то был похож на мозг Многих других предпринимателей На две трети он состоял из упрямства Упорства Из страсти Из увлечения тем, что он делал И из мужества Перешагнуть через все эти неудачи Поэтому Если бы, наверное, у ошибок был папа То папу бы звали в таком случае Я остановился на пути к достижению цели Очень многие проекты, к сожалению И команды, и люди Этим грешат Они что-то начинают, но не могут это закончить Мне кажется, это вторая самая крупная ошибка Следующее Сделал все правильно, но в итоге что-то не получилось Я несколько раз попадал в эти ситуации Меня в эти ситуации заводила самоуверенность Это еще одна очень крупная ошибка Я каждый раз попадаю в эту ситуацию Думаю, блин, ну я Я за это себя ненавидел Представляешь себя Гомером Симпсоном В буквальном смысле этого слова Кто читал такую книжечку Art of the start? Максон, ты читал? Отлично А кто кроме Максона читал? Еще пару людей читали Это книга, которую я тоже обязательно рекомендую всем прочитать Ее написал Гай Кавасаки Достаточно известная личность в Силиконовой долине Он был в свое время евангелистом в Эппле Потом он был предпринимателем Он был венчурным инвестором Он многих к ним был в разных кепках Потом написал такую книжку Art of the start Искусство начала У него там есть такая фраза Плох тот CEO компании Который не излучает уверенность В том, что он говорит Но в то же время Плох CEO той компании Который верит в то, что он говорит То есть он тем самым говорит Верь в себя, но не доверяй себе И на мой взгляд Следующий кейс Вот он Иллюстрирует как раз этот пример Вот, кстати Это вопрос на 100 гривен Кто знает, кто такой Адольф Шае Получает 100 гривен Кто-то знает? Но Никто не знает Ну окей Это, кстати, пример того, как ваши ошибки Помогают заработать другим людям деньги Оставляю их себе Адольф Шае Это товарищ Который был конкурентом у Эдисона Он тоже придумал лампочку Но Его никто не знает Несмотря на то, что его лампочка Первая была установлена в 1900 году Она пережила изменение напряжения в сети И, кстати, еще один интересный факт Она до сих пор горит Уже 112 лет подряд Многие люди по этому поводу шутят Что если бы он был на месте Эдисона Мы бы не знали, что такое покупать лампочки Но Этот парень Он доказал одну вещь Что недостаточно быть суперумным парнем Недостаточно иметь самый лучший продукт на рынке Для того, чтобы быть успешным Нужно что-то еще Следующее Делать новые ошибки Многие из вас, может быть, видели Или даже общались Сыстр Дайсон Она приезжала на Инвестер Дэй В Киев В прошлом году Она достаточно известна в мире Своими инвестициями в IT-проекты Она инвестирует, кроме того, в Space В Healthcare Такие ее известные, наверное, самые Проекты в области IT Это Яндекс Фликер Пастинни И так далее, и так далее, и так далее Так вот Она является Евангелистом Теории совершения новых ошибок Я когда посмотрел в первый раз ее видео В котором она призывает всех Совершает новые ошибки Просто хотелось выйти на улицу И делать И делать побольше ошибок То есть Она говорит о том, что Вы знаете Смысл в том, что Если вы совершаете старые ошибки Которые вы уже делали Это Это клинический случай А если вы делаете ошибки В первый раз То это помогает вам В достижении цели Но на самом деле Я с ней соглашусь только наполовину Потому что Совершение новых ошибок Помогает вам Не достигать цель А помогает вам понимать Как ее не достигнешь Вы знаете Есть такое выражение Что один раз Ничего страшного Вот Это Вы знаете Это не всегда вот так Некоторые ошибки Лучше не совершать Да Вот Как например На этом слайде Вот не нужно маме Отправлять сборник фотографий С фетиш вечеринки Вот это конечно Новая ошибка Но она не нужна Такая вам совершенно Ну и это Приводит нас К последнему Моменту На котором я хотел Остановить внимание Вот есть некоторые моменты Которые для того Чтобы обойти их Тупо нужно знать Мы один из краш-тестов Посвящали Лажалову По-моему в прошлом году Где-то в середине года И Владимир Белодет Он даже нарисовал Целую карту Лажалова Да Где можно налажать У меня есть один товарищ Он недавно Начал новый проект Поднял деньги от инвесторов Они создали новое юрлицо Начали операционную деятельность И тут они отдуплились Что вот просто забыли Получить свидетельство Платильщика НДС То есть на практике Это означало то Что они не получили НДСовый кредит Приблизительно на 50 тысяч долларов То есть другими словами Просто заложали 50 тысяч долларов Вот когда он получил По шапке большое спасибо От инвесторов И вот в таком эмоциональном состоянии Я с ним говорил Он говорит Макс Блин Я должен делать вот это Вот это Вот это Вот это Так что мне сейчас Все это бросить И начать читать Этот гребаный налоговый кодекс Знаете В таком случае Вот есть три вектора Как можно из таких ситуаций выходить Все бросить И читать Налоговый кодекс В принципе Я не Это недостаточно продуктивно Нанять человека Который знает Налоговый кодекс Я большой фан Вот этого вектора И третье Это совершать новые ошибки Как рекомендует Эстердайсон Но они честно говоря Иногда просто могут Слишком дорого стоить Ну В завершении Вот ошибки Они имеют такую Диалектическую природу Это и хорошо Это и плохо Но невозможно Отрицать тот факт Вот о котором утверждают Современные психологи Мозгологи И прочие специалисты Что ошибки Это фундамент знаний Желаю вам совершать Больше ошибок Чтобы в итоге Ошибок становилось меньше Спасибо Спасибо